ну что ж уважаемые мастера и мастерицы перейдем непосредственно к провязыванию шнурка один я уже провязала оформила стразами продела через эти отверстия а второй делаю вместе с вами эта пряжа она в 3 нити и поскольку эти отверстия страз слишком узкие я вынула одну нить из пряжи здесь осталось две нити и с помощью тонкого крючка я нить вдену в это отверстие или страз нанизываем на нить и вот этот свободный кончик нити он должен быть примерно метр двадцать потому что этот край тоже будем задействовать здесь делаем узелок как бы фиксируем страз и начинаем вязать шнур с помощью крючка как провязывается такой шнур у меня есть на канале хотя я здесь тоже подробно покажу вот это свободный кончик нити накидываем на крючок и вывязываем воздушную петлю если слишком быстро для вас можете поставить на медленный режим вяжем такой шнур ну шнур должен иметь примерно 40 40 45 сантиметров длину я связала 40 сантиметров ну не закрыла петлю продену шнур через эти отверстия и и дальше уже на месте решу сколько еще провязать опять с помощью крючка протаскиваю этот шнур через отверстия завяжу бантик и определюсь окончательной длиной полагаю что нормально закрою эту петлю стягиваю хорошенько и опять с помощью крючка вытаскиваю эту нить через отверстия страз страза уже этого последнего и делаю узелок несколько раз чтобы ребенку не удалось никак оторвать эту бусину этот страз в таких случаях тоже нужно быть предельно осторожно кончики этой нити спрячу уже шнур это я уже сделаю потом не буду злоупотреблять вашим вниманием вот окончательный результат моих трудов вот какая красивая подошва я сейчас скажу сколько длина подошвы ровно 10 сантиметров этот вариант он получился чуть поменьше потому что здесь пряжа была тоньше здесь девять с половиной но тем не менее оба варианта как конфетки как зефирки как клубнички как ягодки как хотите назовите действительно они очень привлекательны очень интересные вяжутся быстро ну а если ролик вам понравился напишите ваше впечатление в комментариях а я вам желаю легких и послушных петель как на спицах так и на крючке спасибо за просмотр! Продолжение следует...